В Каспинске ученики Республиканского центра образования присоединились к форуму, посвященному Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Основная цель данного мероприятия – это профилактика среди молодежи идеологии терроризма и привития им традиционных для Российской Федерации духовно-нравственных ценностей. Мероприятие началось с минуты молчания и скорби. Воспитанники РЦО подготовили стихотворение и небольшую постановку в память о погибших во время терактов в России. На всех континентах земли, чья кровь пролилась без вина, чьи жизни от нас унесли. Зажжем поминальные свечи, на них все друзья помолчи. Вскоре после минуты молчания гостей мероприятия ознакомились с небольшим роликом, где было рассказано о массовых терактах в стране, которые унесли жизни сотни людей. В основе идеологии терроризма всегда лежит насилие, которое не является целью, а средством осуществления преступных планов. Уголовный кодекс Российской Федерации определяет терроризм как совершение взрыва, поджога или иных действий в целях нарушения общественной безопасности. Стоит отметить, что для того, чтобы развить в детях дух патриотизма, представители образовательного учреждения проводят всевозможные патриотические мероприятия, устраивают просмотры фильмов и многое другое. Так, по словам директора РЦУ Анжелы Байрамбековой, благодаря этому удастся вырастить в детях любовь к своей отчизне, тем самым спасти их от неправильных решений. Оба нашего Министерства внутренних дел официально закрашивают информацию о том, сколько наших ребят сегодня находится в так называемом Египте. И знаете, цифры улучшают. На сегодня, только за последний год, их количество увеличилось более чем на тысячу человек. Значит, второй вопрос встает. А как эти ребята туда попадают? Значит, где-то недосмотрела семья, где-то недовердел учитель, где-то недовердел классный руководитель, а может сосед, а может близкий родственник. Отметим, что в мероприятии также принял участие глава города Каспийска Борис Гонцов, который был впечатлен программой, подготовленной воспитанниками РЦУ. Кроме того, он также сообщил, что во время видеоконференции глава республики Сергей Меликов заявил о необходимости проводить подобные мероприятия для подрастающего поколения. Принимать участие и проводить уроки, разговоры важно. Это одна из тем, конечно же, нашей беседы с молодежью. Но особенно тех, наверное, кто столкнулся, кто участвовал в боевых действиях, не понаслышке знает, расследовал эти террористические акты, унесшие жизни десятки и сотни людей. Поэтому отнеситесь достаточно серьезно к этому, выработайте методики, подходы. Стоит подчеркнуть, что в форуме приняли участие представители всех образовательных учреждений города.